Слабые надежды, но хотелось бы, чтобы мы были здесь неправы. В первой паре канадки Лондэн, Спенс и Татт будут соперничать с китаянками Чжи Чэнь Хао, Джин Лю и Цинь Джао. Что касается истории этого чемпионата, то 8 раз проводилось в рамках чемпионата мира на отдельных инстанциях Командная гонка преследования и любопытное распределение титулов По три раза побеждали здесь канадки и голландки На самом первом чемпионате еще в 2005 году перенствовала сборная Германии А вот последний чемпионат в Ференвене с преимуществом в 0,02 секунды выиграла сборная Японии Она будет как раз соперником сборной России по забегу Вот это будет очень и очень интересно Ну и мы продолжаем наблюдать за этим событием вместе с Варварой Барышевой Да, действительно, так было достаточно длительный сегодня день у нас соревновательный Очень интересный он начался с дистанции 5 километров Еще более интересно продолжится победой Павла Кулишенко и серебряным призером Павла Кулишенко и серебряным призером Сейчас мы находимся уже на финише третьего очередного дня соревнования в Соломне И девушкам выпала честь завершить сегодняшний день Ну, собственно говоря, что касается комментариев наших коллег голландцев, я не сомневалась, что они по достоинству оценят и организацию, и те результаты, которые показывают наши ребята Да, это удивительно, безоговорочное господство, оно обычно сказывается на притоке спонсоров, не в лучшую сторону Очень много было, по крайней мере, разговоров после Олимпийских игр в Сочи, где приумфально лучшее выступление голландцев в истории всех Олимпиад было показано Но, тем не менее, это золотая медаль, это большая Олимпийская золотая медаль, она имела также другую сторону Потому что голландцы также понимают, что невозможно выигрывать только им Это будет говорить о том, что вид спорта становится неинтересным для других наций Да, ну, что касается нынешнего забега, мы видим, что пока ровную скорость показывают по 30 с небольшим секунд Участники этого забега, канатки чуть-чуть впереди, ну, почти на 2 секунды Ну, впрочем, сборная Китая здесь, ну, скажем так, в роли учеников прежде всего На финальный круг сейчас уходит первый забег Ну, у нас, судя по всему, небольшие проблемы технического свойства Поэтому, уважаемые телезрители, возможно, чуть хуже слышите голос Варвары Барышевой Попробуем сейчас что-то сделать Такая неожиданная у нас проблема настигла Техника не выдерживает Да, возможно, ну, канатки здесь впереди 4.09.92, сотые секунды Ну, это, в общем, достаточно скромный результат Пустенный на 5 секунд с лишним лучше рекорда катка Но мы уже говорили на примере мужской командной гонки Что с рекордами катка в этом виде расправляться легче всего Потому что международных стартов именно в этой дисциплине Здесь, в Коломне, не происходило И, соответственно, идет сравнение лишь с результатами чемпионата России В 2009 году команда, возглавляемая Катя Лобышева, здесь установила этот рекорд Катю Лобышеву мы, кстати, надеемся, может быть, завтра услышать Здесь, на комментаторской позиции Ну, а здесь соперничество сборной Чехии и Германии Ну, вот Немок вы сейчас видите Роксанна Дюфтер, Габриэль Хиршбихлер и... Нет, нет Хиршбихлер, нет, по-моему, это Бентекрауз И, что касается чешской сборной, абсолютно новая для всех имя Натали Кершбаумер Ну, и, конечно же, Мартина Сабликова и Никола Здрахалова Ну, Здрахалова сразу в лидеры выходит Ну, чтобы немножечко разогнать чешскую команду, помочь ей Ну, и помочь, прежде всего, Мартина Сабликова Дабы не все круги Она лидировала Она лидировала, да, все-таки Ну, вот сейчас как раз уже Мартина выходит вперед Ну, кстати, нечастый опыт сборной Чехии в этом виде Ну, долгое время мы считали, что вообще, кроме Мартина Сабликова и нет больше никого в чешском конькобежном спорте Ну, вот Ирбанова, Здрахалова, теперь еще одно новое имя Ну, и, в принципе, на двух этапах Кубка мира чешская сборная в этом году уже стартовала Правда, по большей части занимала последнее место Восьмое, девятое Конечно, претендентами пока чешскую сборную считать не стоит Но мне кажется, что одно появление чешской сборной в этом виде – это уже определенные достижения Да, учитывая то, что в Чехии пока нету ни одного крытого катка Есть только Мартина Сабликова и еще одна спортсменка – Каролина Ирбанова Которые выступают на мировом уровне А вот катка пока у них как такового нету И в основном, конечно, тренировочной ареной является Инцель и каток в Калальбо в Италии Тем временем немецкие спортсменки сейчас лидируют в этом забеге Хотя проигрывают по ходу забега результату канадских конькобежек Да, но они, может быть, поровнее немножечко идут И, зная мастерство Клаудио Пихштайн Но Пихштайн, кстати, не была чемпионкой мира в этом виде Немки в 2005 году, когда выигрывали Там в составе были Даниэла Аншуц, Ани Фризингер и Сабина Фелькер Более скоростные, более взрывные девушки Но Сабина Фелькер призером точно была Чемпионат мира по спринту не вспомню сейчас По-моему, даже выигрывала Чемпионат мира спринтерский Ну и вообще, это была команда такая Пожалуй, только Фризингер достойно представлял Германию на длинных дистанциях Все остальные, и Аншуц, и Фелькер Это были спринтеры Тем не менее, немки впереди Ну, потихоньку, кстати, и чешки сокращают свое отставание От графика бега сборной Канады Хотя у них были проблемы маленькие по ходу И я так понимаю, что Кершбаумайер там спотыкалась Но вроде бы сейчас ее так удержали в составе Клауди Пикштайн немножечко отрывается вперед у своих партнерш по команде Ну, Клауди это попроще немножко И сейчас, да, они финишируют с лучшим временем пока 3 минуты 2,93 секунды И третий результат В сборной Чехии В сборной Чехии Обыграть Китаяна В основном, благодаря усилиям Мартины Сапликовой Которая, по-моему, все шесть кругов Может быть, за исключением первого поворота Лидировала Она почти весь первый круг ехала второй Во втором забеге команда Германии Укновила новый рекорд Ну, и в каждом забеге мы говорим сейчас о новом рекорде катка Ну, этот рекорд все-таки будет принадлежать тому Кто по окончании соревнований покажет лучший результат Ну, а кто знает Может быть, сборной Германии с этим результатом удастся добраться до награды Мы так переживали за Клаудио Пельштайн Которая имела два шанса выиграть здесь свою 30-ю в карьере медаль На чемпионатах мира Может быть, здесь получится Сестры Такаги и Мисаки Шигири в японской команде И граф Козелина Воронина Такая близкая по комплекции у нас команда Подобралась все невысокие Все ответственные девушки Ну, мы говорили уже о не лучшем самочувствии Оли, граф Наташа Воронина поболела немножечко две недели назад Во время этапа в Ставангере Очень хочется верить, что девчонкам сейчас получше чувствуется себя И, в общем, они смогут пробежать так, как они могут пробежать В этом сезоне сборная России дважды была на пьедестале этапов Кубка мира На первых двух этапах оба раза были бронзовые награды И четвертое место на третьем этапе Так что, в общем, наверное, есть определенные надежды Ну, а японки Японки выиграли два последних этапа Кубка мира Они лидеры Кубка мира в нынешнем сезоне Поэтому это очень серьезный соперник И в этой очной борьбе мы надеемся родиться хороший результат Сейчас Наталья Воронина ведет нашу команду по ходу дистанции Вот сейчас, наверное, должна быть смена Да, ну, пока мы больше телевизионным образом уделяем внимание японкам Ну, лидеры Кубка мира и действующие чемпионы К сожалению, не так просто транслировать именно командную гонку преследования На катке это смотрится намного более захватывающе Разве что вот сейчас, когда отметку показывают в финишном створе То видно, что наши девочки пока уступают по ходу дистанции сборной Японии Уступает немного Да, уступает немного, но сейчас... Такой сбой небольшой в построении Лиза Козелина впереди, Наташа Воронина и Ольга Граф На Наташу чуть-чуть наткнулась Но быстро восстановили строй Чуть-чуть темпа Лизы не хватает Наташа и Оля могут бежать быстрее Не показывают нам график японок Хотя японки обыгрывают сейчас наших Ведут наших девушек от результата, который показали немки в предыдущем забеге 3.02.94 был результат сборной Германии Сейчас сборная России еще чуть-чуть отыгрывает по ходу дистанции у немецкой команды Ведет сейчас забег Наталья Воронина Чуть ее подстраховывает, подталкивает Оля Граф Но главное вот в таком построении Лизу не потерять И опять сбой Сбой, да На входе в поворот Немножко, ну, странно В общем-то, команда накатанная Они этим составом не раз и на этапах Кубка мира выступали И я это связываю только лишь вот с болячками и неудачами На этом чемпионате Небольшое преимущество остается еще у нашей команды Оля Граф впереди Лизу правильно, в общем-то, взяли сейчас в середину этого строя Чтобы не потерять по ходу японки Очень здорово, японки Да, посмотри, какое преимущество у японок Почти 4 секунды над графиком бега немок То есть они бегут из трех минут А это результат экстра-класса И поэтому на их фоне, конечно, ну вот сейчас Ой-ой-ой, Наташа теряется Но 64 соток еще есть Постараться последний круг дотерпеть Наташа отстала, еле-еле добегает Японцы финишировали 2.58 и 31 сотой секунды Очень серьезный результат И наши девочки пока показывают второй результат Чуть-чуть выиграли они у сборной Германии 3 минуты 2.59 секунды К сожалению, вот заключительные 200 метров не удались у Натальи Ворониной Возможно, тот сбой, который произошел перед очередной сменой Вот послужил такому результатом такого вот финиша Да, тем не менее, то что наши девчонки сейчас вторые Ты знаешь, ну вот польская сборная, конечно, много крови попортила российской команде И не раз мы сетовали Но мне кажется, что вот на этом чемпионате пока польская команда не показывает какого-то выдающегося результата Ну, участницы немецкой, польской команды То, что голландки хороши И то, что голландки сейчас будут бороться с результатом японок А тем более в составе Антона Тадеенки, Марит Лейнстера И, конечно же, Ирэн Вюст Которая вот так вот с краешку расположилась И сейчас вот подняла руки Ну, я думаю, что Вюст не надо лишний раз представлять Червонко-Возник из Латковска В составе команды польской Но Александру Госс решили не выставлять Этот состав очень опытный Червонко-Возник из Латковска Регулярно и на Кубках мира, и на Олимпийских играх В составе польской сборной бежали Вот я не помню по поводу Возник Но Червонко и Златковска точно олимпийские призеры Ну и волнительный момент Голландки понимают, что японская сборная Поставила такой очень высокий ориентир 2.58.31 В прошлом году в Хиренвене японки выиграли с результатом 3.01.53 Можете себе представить, больше трех секунд у самих себя годичной давности выиграли японки Вот это интересно, что смогут сделать с этим голландки Лейнстра пошла вперед Ну как мне кажется, все-таки сборная Голландии очень из серьезных соперниц составлена И индивидуально каждая из них сильнее любой из них будет Да, индивидуально, но это-то командная гонка И кому как не тебе знать, что такое командные усилия Ну командные усилия, да, но тем не менее индивидуальная готовность здесь тоже имеет очень большую роль И посмотрим, я думаю, что конечно будет сложно побороться полячкам со сборной Нидерландов Но такое заочное соперничество сборной Нидерландов и сборной Японии, оно нам интересно Ну и борьба, конечно, за бронзовые медали Чемпионата мира в командной гонке преследованию у женщин Да, во многом, конечно, российская медаль сейчас находится в руках сборной Польши 27,6, первый круг у сборной Нидерландов, 28,3 Хорошо пошли В атаку пошли Понимаешь, что, в общем-то, нельзя даже на первых метрах позволить себе какую-то расслабленность И очень скатаны идут голландки, очень четко Так, всего лишь полкруга, по-моему, Вюст пролидировал, максимум круга отдала смену Но именно в четких сменах, в быстрых сменах, чтобы никто не устал больше остальных При хорошей готовности всех, в этом как раз, наверное, и залог успеха Ну, сейчас будем внимательно следить за теми графиками, которые показывают голландки и сборная Польши Ну, полячки достаточно много уже проигрывают 45,8 Ну, тут можно, конечно, сравнивать с графиком наших девушек У них было 45,35 на этом отрезке Но главное, конечно, что будет сборной Польши происходить на последнем круге За два круга до финиша уверенно лидирует сборная Нидерландов Очередной круг был 29 секунд ровно И сейчас круг остается пройти сборной Нидерландов Что касается сборной Польши, да, они пока выигрывают у наших девушек Но они тоже разваливаются У них тоже нестройным шагом идут И сейчас вроде бы подсобрались немножечко Но все равно невозможно говорить вот о том поезде, скажем Что мчится к финишу на всех парах В отличие от голландок Вюс снова берет на себя бремя лидерства И, возможно, ведет свою команду к победе Ну, а у сборной Польши продолжается раздраив шатание Ну и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ленстра чуть не падает И все-таки... Ну, да, это самый финиш И 58-12 Ну, 19 соток выиграли голландки Ну, а наши девушки-то остались все-таки в призах И завоевывают бронзовую награду Да, но надо сказать, что немало таких седых волос Сейчас голландским тренером добавилось После того, как Ленстра чуть не упала Очень непросто далась нашей команде эта гонка Но, тем не менее, мы из бронзовой награды Подтвердили мы тот же результат, что и показали годом раньше На чемпионате мира по отдельным дистанциям Ну, а победительницами становится сборная Нидерландов Несмотря на то, что чуть было не упала Одна из участниц командной гонки Марит Ленстра сумели... Вот, посмотрите, это в момент еще раз Да, 19 соток они всего лишь выиграли у сборной Японии Но этого хватило для того, чтобы сохранить лидерство Здесь эмоции Йолин на тот сбой, который произошел у Ленстра Да, в прошлом году 2 соток японки выиграли у сборной Голландии Сегодня голландки даже упав Едва не упав, все-таки 19 соток Ну, кстати, Ленстра, если бы не устояла на ногах То снова бы золото уплыло от сборной Голландии Ну, что ж, они становятся лидерами Ну, что ж, они становятся лидерами